А теперь об этих и других событиях подробнее. Большим стройкам большие деньги. О том, какие средства пойдут на возведение объектов здравоохранения и образования в нашем регионе, говорили на заседании областной администрации. Еще одна тема – реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Смотрите сюжет Александра Юрова. В сфере здравоохранения на строительство предусмотрено свыше миллиарда рублей. Областных денег, кстати, больше, чем федеральных. Планы такие. Фельдшерский пункт в Щегровском районе, долгострой в Курске на улице Энгельса. Речь о станции скорой помощи. Основную часть денег направит на третью очередь онкоцентра. В этом году мы должны 978 миллионов освоить на этой стройке. Цифра большая, огромный объем работы. Поэтому этот вопрос сегодня на личном контроле у губернатора Курской области. Хорошие перспективы в образовании. К концу года должна открыться школа на 650 мест в Медвенском районе. Реконструкция ждет учреждения в Кшении и Горшечном. Также у нас начинается строительство школы в городе Железногорске в 13 микрорайоне. На сегодняшний день предусмотрено 101,7 миллиона рублей на начало строительства с заводом в 2019 году этой школы. Это школа-аналог школы на проспекте Победы, которую мы в прошлом году в декабре сдали. Глава региона напомнил и строителям и своим заместителям, что сроки выполнения работ должны четко соблюдаться. На кону реализация федеральной программы. Я вам сразу говорю и тебе, и заместителям обоим, кто причастен к строительству и кто курирует в социальную сферу. Спрос будет самый жесткий. Если мы эти школы не введем в эксплуатацию, тогда средства федерального бюджета в размере 246 миллионов рублей мы должны будем вернуть доход федерального бюджета. Поэтому без альтернативных. Школа должна быть построена и введена в эксплуатацию. Мы даже другие варианты не рассматриваем. Поговорили также о ходе капремонта. На сегодня в копилке регионального фонда около 2 миллиардов рублей. Собираемость 75%. В этом году отремонтируют 273 дома. Особое внимание срокам и качеству работ. В прошлом году за нарушение условий контрактов с подрядчиков было взыскано почти 900 тысяч рублей. Александр Юров, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.